Диалог продолжается, включаю оппонента. Практического смысла он относится пренебрежительно. Или вот нужны плоды, нужны вот это. А вот, скажем, законы Менделяя осмыслить, ведь они освещают-то все. И вот я почему, когда прочитал, что такое гетероморфизм термин, коротенький там словарей иностранных слов, мне сразу же позвонил Железову, где-то через сколько-то, не помню, времени, и говорю, что тоже так резко, телефонный, короткий разговор, у нас с ним понимание плохое. Ну, с Валерием Константиновичем, недостаточное. А часто идет даже непонимание или противоположное понимание. Это у меня не только с ним, но и с другими. Потому что, ну, там по многим причинам не хочу объяснять. Так вот, я позвонил ему и сказал так, потому что у меня в голове-то выстроилось гетероморфизм. Вот это свойство увеличивать размеры плодов во время первых опытов начальных, значит, при гибридизации, это идет свойство, как бы отмечено наукой, и оно дало ему название гетероморфизм. Ну, гетеро — это женское, а морфизм — изменение или что. Это значит в сторону, может быть, так вот, если... Ну, это гадательно я сейчас уже рассуждаю. Гетеро, раз названо не гетеро, не гомоморфизм. Гомо, по-моему, это мужское, да? А гетероморфизм. Значит, идет вот при этих, как бы, в женскую сторону отклонения, при селекции, при гибридизации, вот при вот этих... Идет, как бы, сдвиг уже от естественной жизни, вот в диких условиях, то есть не искусственных, а естественных, которыми тысячелетия, миллионы лет развивались растения, а когда начали гибридизацией заниматься, и вот добиваться вот этих крупных плодов, это, как бы, сдвиг идет в женскую сторону, нарушение, в женскую сторону. Это опасно, может быть, в дальнейшем как-то. Но, и это, ну это я сейчас, а тогда мне бросилось что в глаза? Ага, значит, вся эта, весь этот сырбор, и все это, что Железов считает себя там чуть ли не кем-то, что он там вот открыл там что-то, у него результаты практически опровергают науку там, в банку не лезет какой-то плод. Да это, как сказать, это еще тогда вот кто этот гетероморфизм отметил, из ученых, это было в прошлом, сколько, 50-100 лет назад уже, может еще вот с классификатора, кто вот этот шведский-то, классификатор был великий, может еще оттуда вот уже пошло добыча знаний о гетероморфизме, этом явлении подмеченном. Так вот, это свойство, то есть, а смысл какой? Как о законах Менделя. Ведь Менделя, когда усиленно работал, он же теоретически выдал, оно же свящает о том, что, вот почему борьба, не соглашались с менделистами-морганистами, Мичуринцы, Мичурин, да? А Вавилов, вот когда фильм-то показывали, как его уничтожили, Вавилов постепенно, вот уничтожили, в том числе и из молодых студентов ему кричали-то. Ну вот так, друзья, вот этот небольшой монолог моего друга-оппонента закончился, фактически оборвался, но тут уж ничего не поделать, продолжения этому нет. Просмотрев другие кассеты, продолжения нет, видимо переключился он на другие темы. Ну вот, пора бы закончить этот разговор, но теперь мне хочется, чтобы у вас все-таки получились результаты не лучше моих. Вспоминайте начало фильма. Помните эти десятки-десятки плодов? Нет, не крупных, нет, огромных. Огромных даже для своего класса, особенно для своего вида, огромных для своих подвидов. Это удивительная вещь. Она не согласуется с тем, что говорил мой оппонент. И действительно, он не зря на меня обижается. Когда он говорит, ссылается на законный момент, или ссылается на явление, которое называется гетероморфизм, гомоаморфизм. Ну что я могу поделать, когда у меня вначале получились результаты, а когда я их начинаю осмысливать, оказывается, что у меня выводы задним числом. Действительно так. Вначале результаты, потом уже осмысливание. Я не теоретик. Если бы я закончил институт, у меня бы ничего не получилось вообще никогда. Тем более, даже если бы я десертацию написал, стал бы остепененным там садоводом в данном случае, или просто ученым, все равно бы не получилось. Вот эти жесткие рамки, которые сделали законы, они действительно в рамке такие, которые сужают горизонты, которые выстраивают. Когда-то мой друг, один из моих, сказал это, что везде и всюду плашки. Нам нельзя за плашки. Эта фраза я запомнился, я теперь вместо него вслед за ним повторяю. Нам нельзя за плашки. Вот эти законы тоже плашки. Имеют ли они право на существование? Ну, судя по тому, что вы видели, нет, не имеют. Ну, еще кое-что приготовил вам. Набор фотографий. Я хочу, чтобы вы не отключали свои ящики. Я не хочу, чтобы вы... Знаете, это школа, это такая страшная вещь. Вспоминайте. Я, который прочитал, наверное, не тысячи, а нет, не тысячи, а десятки тысяч книг за свою жизнь, я не могу читать классиков. Полностью вызвали отращение к ним школа. У других вызвало отращение еще и биология. Страшная вещь в биологии. Если бы вы знали, это надо отдельно посвятить этому. Какие-то отрывки были. Вот это вот, вот это страшнейшая вещь, единственная, и когда я ее пересмотрел по новой, уже в возрасте, в 60 с лишним лет. Единственная польза, там извлек, там есть причины, значит, нежелательности близкородственных половых связей. Вот единственная. Но там нет самого главного, чего нужно, чтобы вырастить сады. Вот. И быть здоровым. Совершенно. Я просто поражаюсь. Загнали. Такой тупик, эти учебники, эта программа, я ее называю дебильной. Ничего невозможно понять детям. Ничего. Вообще ничего. Вот. А если еще считать, что законы, уже нет, уже не промендовали. Если считать, что Дарвин, это еще не, не панацея, то есть нет, это еще не истина, последняя инстанция. Отменив Бога, отменили самую науку. Я вам говорю, что это не шутки. Вот кое-что сейчас прояснится. Ведь упомянул Дарвина не я, мой оппонент. Упомянул Менделин не я. Упомянул вот эти термины. Смотрите, еще раз говорю, хотите к концу понять, как выращивать культурные крупноплодные сорта, так, крупнее, чем они должны быть по теории, пожалуйста, дослушайте меня до конца. Это серьезные вещи. Вот смотрите, гетероморфизм, микробиология. Вот. Попробуйте вы понять то, что здесь написано. Вот. Сейчас я вам чего-нибудь нажму. Сейчас я вам чего-нибудь нажму. Статики, терморфизм и полиморфизм, это... Ага, вот, пусть будет здесь. Чтобы вы поняли, что... почему он меня опрекает о том, что я... Практики меня совершенно не это самое... Совершенно меня не устраивает то, что называется... Ну, вот, вот, все эти знания, они мне не помогают, они мешают. Сейчас поймете, почему. гетероморфизм, гетероморфизм. Вот, придумали, да, источник, пожалуйста, словарь. Это морфологическое разнообразие диплоидных и гаплоидных поколений унивших растений. Вы думаете, все гетероморфизм еще и находят о преобразовании горных пород совсем другое. И у растений, не только у нижних растений, и у людей, и у животных, у всего-всего. Вот, вам что-то это определение дало морфологическое разнообразие. Поэтому, когда начинает мой грамотный оппонент с такими терминами со мной разговаривать, я говорю, поймите, получается так, что не совсем это все укладывается уже в мое понимание. Пусть примитивное, но в мое понимание. А вот его противоречие, вот гомоморфизм, пожалуйста. Логика математическое понятие. Заметьте, логика математическое, то есть отличенное, означающее одностороннее отношение подобия между двумя системами. Ну что, прочли, заставили детей вызубрить. И что они вам выдадут в ответ. Новые сорта? Так хочется кукишку показать. Попробуйте, вот расшифровка идет. Систему называют гомоморфной, другой системе, если первая обладает некоторыми, но не всеми свойствами, некоторым, но не всем. Еще понять не стал. Вообще труба дела, ребята. Ну ладно, это нам не поможет, чуть позже я вам объясню своими словами. Ну давайте сейчас еще все-таки в закон Менделя обратимся. Меня упрекали в том, что я с ними не согласен. Как я буду соглашаться с ними? Ой, боже, при скрещивании двух гомозиготных организмов отличаются друг от друга альтернативным вариантом одного и того же признака все гибриды первого поколения окажутся единообразными. Чертов два, извиняюсь, как по фенотипу, так по генотипу, и будут нести в генотипе признаки обеих родителей. Почему тогда получается, что фенотипы единообразные, а в генотипе уже признаки двух родителей. Ладно, со скрипом говорю, потому что там нет цифр. Соглашаюсь со скрипом. При скрещивании двух гетерозеготных это уже второй закон, при скрещивании двух гетерозеготных особей, имеющих пару альтернативных вариантов одного признака, потом все происходит расщепление по этому признаку в соотношении 3 к 1 по фенотипу и 1 к 2 1 по генотипу. Вот. И, наконец, последнее, даже комментировать не хочется. Каждая пара контрастных альтернативных признаков наследуются независимо друг от друга в ряду поколений. Вот. В результате среди гибридов второго поколения появляются потомки с новыми комбинациями признаков в соотношении 9-3-3-1. Ну, короче, перевести на нормальный язык. Папа. Папа. Хотя здесь речь идет о растениях. Ну, понятнее скажем, если так. Бапа, блондин, мама, брюнетка, сын рыжий. Вот. Ну, не надо подозревать в измене в эту самую женскую половину. Достаточно покопаться. Кажется, что в прошлом рыже были. Про прошлое поколение. Ладно. Ну, меня жизнь заставила приглядеться. Я взял и однажды вырастил 200 сеянцев шелковицы. Шелковица это такое чудо. Но это чудо начало замерзать. В следующем поколении осталось там полсотни, еще год, еще меньше. Наконец, осталось 10. Потом оказалось 5 мужских, 5 женских. 5 женских оказали все с плодами, которые это самое, практически родами. то есть они были размером с ноготь на мизинце. В конце концов я от этих деревьев избавился. А теперь скажете, ага, Мендер не прав. А дело в том, что именно здесь нельзя сказать прав или не прав. Какие десятки из... То есть каждый 20-й выжил. Значит, в тех 19-ти были, наверное, и плоды нормальные. То есть, ну, скажем, посмотрите на свой мизинец, вот две фаланги, да? Вот это очень крупная шелковица. Надеялся на такую. Получил ноготь на мизинце. Вот. И взялся за топор. Чему это? Потому что те, которые были крупнее, культурнее, не так, растения, которые дали крупнее культурнее плоды, просто-напросто замерзли. Вот вами закон. Ладно. Почему я так говорю? Потому что я в Сибири живу. Вот. Работал, господин Мендель с горохом. Горох, наверное, был в идеальных условиях. Ему не пришлось бороться за существование. Не пришлось. Ну, что ты поделаешь? Вот. Не пришлось. и в результате у него получились довольно цифры, то есть, математика, которую он свел к вот этим самым цифрам и схемам. Видите? Вот, вот, вот. Все это, ну, как, даже это я бы подвергнул проверке, потому что в идеальных условиях, ну, даже так, даже если это правда в идеальных условиях, это так, в идеальных условиях в природе не бывает. Итак, Валерий Константинович Железов все, и куда же она делась-то? Ага, нет. Взял и сейчас переключу, а потом продолжу. Мне надо найти фотографии. Так, те, кто дотерпел в начале быстро-быстро фото крупных плодов. Дело в том, что это в конце мы будем делать выводы. Вспоминайте начало фильма, я уже не комментирую, да? Быстро-быстро, да? Вот. Вот это вот чудеса вот эти, так, которых не может быть никогда в Сибири. Вот. Я и хочу вас подвести к тому, что каждый из вас может стать волшебником, так, а когда-то и новым Менделем, но открыть уже совсем другие законы. А я вам подскажу, как это делать. Все дальше не продолжаю. Тут невероятное количество чудес, вот они. Это вы видели в начале фильма. А сейчас вот, этот папочку я сделал только сейчас. Как я заглавил, манжурский абрикос и сыновья манжурский абрикос. Значит так, когда мы говорили, вспоминаем, мой оппонент говорил о мужском начале и о женском начале. мне приходилось тоже встречать, невозможно найти, да и вы тут же выключите компьютер, если я продолжу эту тему. Она примерно звучит так. Женское начало сильнее мужского. То, что растет на дереве, там, где плоды, назовем его женским, а опыляет его мужчина, естественно, эти самые, пульсито производят мужское. Извините за такое, как бы это сказать-то, примитивное изложение, да. И, как правило, получается, что женское начало сильнее, и плоды должны быть как у мамы. Как правило. Вот. Какое-то количество, как у папы, это я, так сказать, не извращаю, чуть-чуть проясняю эти же законы Менделя, какое-то количество. Вот там надо бы уже брать поточнее. А теперь смотрите, вот это манжурский абрикос. Сейчас вы поймете, к чему я говорю. Вот это манжурский абрикос, так. Этот снимок сделан 15 лет назад, когда дерево дало 30 ведер. Оно огромное. Это вы видите только часть его. Потом она потеряла две ветки из пяти. Одна под грузом рожая, другая под грузом огромного колеса мокрого снега. Но, тем не менее, в последние годы оно дало 50 ведер. Примерно. Где-то от 40-50 до 55. Вот. Обидно, что единственный человек, который со мной участвовал, давно уже на пенсии. Душко Билла, который знает об этом. А так дальше оно и не пошло, по-моему. Дальше не пошло. Где-то упоминал он меня в книжках. Книжки научные в таком тиражом мизерном были. то есть они никакой переворот не делали. Его упоминания или мои фотографии в книжках. В книжках, изданных Абаканским институтом аграрных проблем. И вот смотрите. Ну, уже видите, какие плоды. Так. Смотрим. Вот это его дети. Я называю его дети. Фотографии, где покраснее сделаны в 2013 году. Он особый. почему покраснели большинство из полусотни моих абрикосов плоды. Я их сейчас не знаю, но догадываюсь. Только одни догадки, но боюсь, смеяться будет наука. А там, где... Ну, в общем, здесь фотографии 2013, 2015, 2016 годов. Я брал только манжурцы. Дети, сыновья, то есть скотики выращены. Похож первый на второй снимок? Наверное, не похож. Так. Ладно, смотрим дальше. И этот не похож. Ой, а я, по-моему, не сначала. Сейчас, минуточку. Нет, сначала. Так, тогда мы быстренько возвращаемся к этому и продолжаем. Тут их, слава богу, фотографий хватает. Вот. Что вы обратили внимание, что они все разные? Обратили? Полюбуйтесь. Сейчас я пролистаю, так как когда-то пролистал крупноплодные. Вот это самые чисто сладкие попались, да, чем я горжусь. Обращайте внимание, они все разные. Они, кроме одного-двух, крупнее, чем родитель, то есть тот, что я называю 33-летний патриарх. Вот. Вот еще один сладкий, чисто сладкий. Эти, хоть и красивые, но такие со сладкие, вот, но для меня кисто сладкие это соки, компот и варенье. Самый невкусный. И такое бывает. Вот. Это, по-моему, или я повторился, но ничего страшного. Так, вот еще. Вот не выдержало урожая. Рухнула огромная ветка. Вот еще. Это вся моя палитра. Здесь максимум с одного дерева максимум два фотографии, сделанные в разные годы. Вот видите? Вот у меня тут два дерева, близнецы их трудные. А вот наконец я включил это жердель, это Украина, это не манжурский абрикос. Но он привит на манжурский абрикос. И по вкусу и по морской кости уже от манжурца не отличите. А вот это интересно, смотрите. Вот это вот на абрикосе бай, который продолжал плодоносить на этот момент. Вот эта ветка выросла ниже прививки. Смотрите внимательно, видите какое? А теперь видите, в разные годы она проявляется по-разному. есть это причем даже на бай не похожа. Вот что интересно. Она сама и себя похожа. Вот я говорил, что у меня два близнеца. Вот второй близнец, который ветка не рухнула. Посмотрите на это чудо. наиболее яркий представитель фактически от основательного сорта. Если кому-то это надо было. Посмотрели, да? Ну